Внимание в Непуте! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Продолжение следует... Советский Союз. Эпоха исковерканной реальности. Время, когда любили скрывать факты. Пропаганда во времена Холодной войны, количество погибших в Афганистане, преувеличенные итоги пятилеток. Чернобыльская катастрофа, трагедия, покрытая тайнами. Количество жертв не соответствовало скудным официальным сводкам. Некоторых героев пресса считала погибшими, а герои живы. Один из них – Алексей Ананенко. Старший инженер-механик 3-го и 4-го блока в ЧАЭС. Тот самый дайвер, который спас мир. Я работал, допустим, и в это время приходит звонок. Я беру трубку и говорю «Ананенко». Мне говорит человек. И предлагает мне сделать определенную работу. Три работники, которые знают обеспеченности, чтобы встать в бассейн здесь, найти их дороги через все эти пассажиры, приезжают сюда в Сузгейт-вальву и дают нам доступ к нам, чтобы выключить танки. Но это было получено мной не там, где я работал, и не этих людей здесь, а это человек, который был чуть подальше. Из Москвы? Нет. Я его знал, знал, что он начальник хороший, большой. Что я сделал? Я позвонил тогда, там, где я работал. И сказал, вот такой ко мне пришло, от того-то. И мужчина, который тогда за все отвечал и работал на этом станции, мы с ним договорились как. Ну, во-первых, кроме меня еще одного человека. Я просил, по-моему. Вот сейчас уже не могу вспомнить, но я, наверное, просил. То есть еще человека одного дали, и сам этот мужик, он сказал, что будет находиться от нас не близко, на определенном расстоянии, но он будет там смотреть на нас, и если что-то потребуется, он нам поможет. Надо было спускаться вниз. Я спускался вниз с товарищем вдвоем. Мы спустились. Там была вода. И у меня вот, я запросил эту вещь, которая полностью вот досюда закрывает все. костюм, да. Вот этот костюм нужен был там, где вода проходила. Сверху падало, что-то лилось, и вода была. Ну и, значит, два, две штуки я тоже запросил. Дозиметр? Дозиметр. Ну, кроме дозиметра, еще вот такие две штучки есть. Одну штучку сюда положил. Ну, тоже дозиметр, да? Дозиметр, да. И он набирал. А вторую сюда. Почему? Да, Дозиметр, два. Почему сюда? Это там вода будет. А это, вот здесь, это уже высоко. Вот воды не будет, потому что она ниже. Но мало ли, иногда бывает, есть ситуация, когда что-то пробивает, пробуем все. Радиация. Радиация, да. Правильно вы говорите. То есть, если радиация есть, она все равно может проходить. Поэтому одна здесь, а вторая здесь. Но куда-то туда прошли, вот, я уже не помню сейчас, был там свет или не было. Вот. Это у меня на всякий случай было. Вот, фонарик. Ну и, значит, когда мы спустились вниз, вот так просто, по воде, по этой, прошлись быстро. Почему быстро? Потому что я говорю, если ходить тихо, то доза будет выше. Вот. И я знал, что внизу было. Там ничего плохого не было. Просто надо быстро идти, стараться. Вот. Мы дошли. Потом, я же знал, что нужно две штуки открыть, чтобы вода туда вниз уходила. В вентиле. В вентиле, да. Внизу уходили, и потом уходили так вот, далеко. Это хорошо было. И я сразу слышу, пошла вода. Буль-буль-буль-буль. Она выходит сюда и уходит дальше. Вот это мы сделали все. Все прошли. На этом было закончено у нас. Когда вошли, вам никто не хлопал? Нет, никто не хлопал. Мне, когда сказали сразу, ну, я же туда лазил раньше. То есть, то, что мне определили, ну, я считаю, что это сделано все в соответствии, все правильно. То есть, я этим занимался раньше. Ну, значит, они поняли, что другого человека как туда направить, если он там не был никогда или был, но ему надо ходить, смотреть, изучать. Поэтому, вот, и другим тоже. Каждому давали то, чем он занимается. Но вам не сказали, что это опасно для жизни? Нет. Я бы запомнил. Вот это вот, которое было. Дозиметр? Дозиметр, да. И вторая вот тут. Вот тоже дозиметр. Я их сдал. Я не запомнил, что там большая доза. Я думаю, что там не было плохого, серьезного. Вот. И я, уже, по-моему, говорил людям здесь, но если бы там была большая, люди, которые это все просмотрели, они бы сказали, к врачу можешь идти. А вас к врачу не отправили? Нет. Нет. Я думаю, что я бы запомнил по-другому. С Алексеем мы познакомились в феврале 92-го года. Алексей уже жил с мамой в то время, и ему было 32 года, и мама очень переживала, что Алексей не женился. Вот. ну, как любая заботящаяся мама о том, чтобы сын никогда не оставался один. Она, значит, спросила у своей очень хорошей знакомой, нет ли у нее кого-то, с кем можно было познакомить Алексея. Вот. Она сказала, ну, я спрошу. Вот. А у меня была подруга, а у подруги тетя работала в больнице, где лечились чернобыльцы. И вот таким образом тетя моей подруги и знакомая моей свекрови нас познакомили. А ощущаете вы себя женой героя? Да нет, наверное. Ну, как. Я просто сейчас это увидела своими глазами, как это было, потому что, когда рассказывают, когда ты читаешь, у меня, у нас есть воспоминания мужа об этой операции. Одно дело слышать, а другое дело увидеть. Ну, теперь я понимаю, ну, в принципе, да, все, что такое мальчик в 26 лет. Вот он сейчас говорит, что это была моя работа, да. А на самом деле для 26-летнего парня это очень ответственный поступок. Не каждый 26 лет пойдет и будет так себя вести. Ну, как мужчина. Собственно, впереди тот самый знаменитый мост смерти, который был показан в фильме. Якобы на него поднялись жители города Припять с детьми, но причем еще и водку с кружки пили. Это отдельная тема. На самом-то деле, когда произошла авария, когда произошел взрыв, я, конечно, в те годы не жил, но по воспоминаниям очевидцев, по воспоминаниям уже и ликвидаторов, и жителей Припяти взрывов слышно не было. Ты родился в 91-м году, это на год раньше меня. Катастрофа произошла в 86-м году. Какое ты имеешь отношение к Чернобылю? Почему именно решил связать свою жизнь? Получилось так, что вся моя семья так или иначе связана с Чернобылем. Я вырос на историях про Чернобыль. Это Ян, сопровождающий зоны отчуждения. Он знает о Чернобыле то, что вы не найдете в Википедии. Мне всегда эта территория, да, чего там скрывать, мне очень было интересно, была интересна этнография данного региона, природа этого региона. В общем, с детства будоражило мои умы, и настал момент, когда я сюда попал нелегально. Думал, скажу один раз, на этом как бы все, ну и как часто бывает, пожалуй, это, наверное, классическая история для подобных мне. Зацепила, не отпустила, и вот уже который год, уже, конечно, легализировано, работаю сопровождающим на ДПЦ, в зоне отчуждения, возим посетителей, возим туристов. На мост выходили, действительно, это уже было на утро 26 апреля. И еще один очень важный момент, это лично для меня, как видите, на мосту нету светодиодных фонарей, которые были показаны собственно в самом фильме. А сам же мост получил название мост смерти еще до аварии. Дело в том, что до аварии на нем разбился мотоциклист, и при печании нарекли этот мост как мост путепровод смерти или мост смерти. Причем мотоциклист якобы разбился от несчастной любви. Сам же мост является переездом через железнодорожную ветку, которая вела поезда по сообщению Москва-Хмельницкий. Это дальнее сообщение, причем поезда еще пару дней после аварии рекурсировали мимо горящего энергоблока Чернобыска-Атомной. Также вокруг этого моста на въезды, на выезды из города 26 апреля были поставлены полицейские патрули. И ходит легенда, дескать, и сами патрули, и те, кто поднимался на мост, получали смертельные дозы и скончались от острой лучевой болезни прямо-таки на месте. Ну, на самом-то деле это действительно только легенды, хотя легенды действительно красочные, и уровни радиации здесь действительно в тот момент были крайне высоки. Ходят, не ходят даже ни слухи, есть такая информация, что уровни якобы превышали 200 рентген в час. Вот. Ну и, собственно, вот он, город Припять. Мы с вами сейчас, кстати, пересекли уже улицу города. Это улица Заводская. И подъезжаем к центральному КПП города, КПП Припять. До 2000-х годов, по сути, Припять охранялась 300 сотрудниками милиции, тренера контролем пропускными пунктами и внешним периметром из колючей проволоки. На данный момент у нас здесь остался всего один КПП и два сотрудника военизированной охраны Чернобыльского спецкомбината. Мы сейчас находимся на центральной площади Припяти. Приехали сюда впервые в зону отчуждения для того, чтобы оценить, что нам нужно купить для того, чтобы снять для вас этот фильм. Для съемок Чернобыля нам нужен новый коптер и объектив. Перед тем, как бежать в магазин, предлагаю сравнить цены на е-каталоге, потому что покупки дорогие. Давайте посмотрим, что есть в наличии. Так, по параметрам что нам получается нужно? Квадрокоптер, дальше с камерой, без камер... Конечно, с камерой. 4K. 4K, Full HD получается. Дальше, что здесь? 900 тысяч один километр дальность полета. Подобрать, да? Ну смотри, выбирай ты, потому что... А вот есть отличный вариант. Вот этот? Чуть выше. А, вот этот фантом? Да, отлично. 14,240. Ну, в принципе, я думала, будет дороже стоить. Этот сохраним, купить. То есть, этот берем. Все характеристики. Какой объектив нам получается нужен? 24,70. Sony 24,70. Так, параметры. Ну, слушай, он от 20 до 25,600. Привод. Смотрим цены. Ну что, выбор сделан. Полторы тысячи долларов нужно выложить на съемку. Ребят, теперь вы понимаете, для чего нужна реклама на канале. Смотрим интервью дальше. Одним из таких негативных факторов была, ну, виктимизация. Все, ты был в Чернобыле, ты жертва. Сергей Мирный, командир взвода радиационной разведки. Писатель, эколог, совладелец компании Чернобыль Тур. Ну, слово виктим, жертва. Ты был жертвой. У тебя должно быть, там, ты должен рассыпаться на ходу, импотенция, рак, пятое, десятое, да? Замечательно было, когда первые, там, годы, там, знаешь, на каждую годовщину умерло столько-то тысяч. Нет, что сказать, чуваки, вы молодцы. Умерло столько-то тысяч, а умерло больше тысяч. И оно нагнетает, нагнетает, что ты живешь, и тебе расскажут, что такие, как ты, умирают. Все мы гомосапиенцы умираем с каждым годом, ровесников становится все меньше. Но как-то не принято об этом на день рождения. Да, на самом деле. Да, да, тут исполняешь, это вроде бы пустяк, и оно давит на психику. То есть, на самом деле, потом просто психика, ну, психика, вот, одно из двух, или она поддается, понимаешь, и человек начинает бояться, когда вот я сейчас рассыплюсь и сдохну, грубо говоря, и это негативно влияет, конечно, на его физическое здоровье. Или человек там, ну, или как я, разбирается, и осознанно, ну, понимает, что это фигня. Или человек, ну, просто наращивает, так сказать, ну, вот эту вот психологическую шкуру, и перестает реагировать. И такого много-много-много всего. И вот это тоже миф, который мы разрушаем. И таким образом, вот это тоже позитивное воздействие на здоровье. И так далее. В Украине произошла декоммунизация, но она не коснулась Чернобыля и зоны отчуждения в целом. Единственный памятник Ленину, который вы можете найти в Украине, находится здесь, на улице Советской. Что здесь делает этот джигуль? Было же кладбище радиоактивной техники. Скажи, правда ли, что его растащили, и почему не показывает уровень радиации? Ну, давайте так по порядку. Что такое все-таки кладбище, и что такое стойник? Это две больших разницы. Значит, здесь у нас, на территории райотдела милиции, город-отдела милиции города Припять, был небольшой стойник техники. Техника, которая использовалась после аварии, для ликвидации последствий. Насколько я знаю, техника использовалась для дезактивации самого города. И также, так как и город-отдел милиции, и пожарная часть, они были в использовании до 96-го года. Техника используют для нужд, собственно, самого города Припять. Здесь был отстойник техники. Что такое отстойник? Отстойник – это техника, которая подверглась небольшому загрязнению, в основном подверглась загрязнению краткоживущими элементами. Техника, которая подверглась низкоактивными, загрязнению низкоактивными РАУ, радиоактивными отходами. По сути, эта техника, она очищается под воздействием атмосферы, она может быть очищена в процессе дезактивации той же пескоструйной обработкой, той же мойкой и химсоставами. И, по сути, этот «Жигуль» – это как раз та часть растащенного отстойника, который в прошлом году чисто ради прикола вытащили товарищи самоходы из-за забора со стороны отстойника. Потому что здесь она и находится. Это пожарная часть, откуда Игнатенко выезжал? Именно она. Это СВПЧ номер 6, самостоятельная военизированная пожарная часть номер 6 города Припять. Это была вторая пожарная часть, которая приехала на ликвидацию пожара на кровле третьего энергоблока и, собственно, остатков четвертого энергоблока. Понятное дело, когда они туда выезжали, они не знали, что реактор на тот момент уже не существует. Если вы слышали, наверняка вы слышали переговоры диспетчера Припять той ночью 26 апреля, когда вызывали пожарных, там шла речь о возгорании на кровле между третьим и четвертым энергоблоком. Это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на лавном корпусе третий и четвертым... А там люди есть? Все, поднимай над составом. Поднимай, начальника поднял. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Чего тогда вещи пожарных до сих пор лежат в подвале и там уровень радиации зашкаливает? Ну, лежат они в подвале не в пожарной части, они лежат в подвале медико-санитарной части. Собственно, дело в том, что в этих вещах, в этом снаряжении, в этих боевках пожарные прибыли на скорой, на машину скорой помощи ночью 26 апреля. Медики поснимали с них эту одежду и сбросили в подвал, потому что, по сути, что по сути, не знали, что с ней делать, куда ее вывозить, как ее захоранивать. Почему лежит по сей день? Ну, я думаю, это замечательный пример безалаберности процесса дезактивации города Припять. Опять же, мы сегодня с вами разговаривали по поводу примеров дезактивации там же, к примеру, в Фукусиме, в АЭС Фукусима-1 и в зоне отчуждения. В зоне отчуждения попросту на дальнейшую дезактивацию забили, ее не провели. Японцы не забили и за 8 лет они уже сокращают зону отчуждения и начинают заселять определенные города, определенные селенные пункты вокруг АЭС Фукусима-1. Что касается зоны отчуждения, такие казусы, как, например, вещи пожарных, которые лежат по-прежнему в подвале, такие моменты, как недалеко отсюда находится грейферный ковш, которым разгребали радиативные завалы. Они здесь встречаются, они здесь находятся. Это вот как раз пример возможно некомпетентности либо нежелания проводить дальнейшую дезактивацию и возвращать эти территории обратно в оборот сельскохозяйственной и общедоступной социальной. А в этом уровне радиации при допустимых нормах 30? Да, допустим, норма у нас до 30 микрорентген в час либо 0,3 микрозиверта. Признаюсь честно, я подвал не посещал. Был одно время у меня интерес, потом как-то, наверное, в силу возраста перерос. Насколько я знаю, уровни те, которые мне рассказывали ребята, кто ходил с профессиональным оборудованием, уровни по экспозиционным домикам гамма-излучения там в пределах одного-двух рентгена в час. Это уровни высокие, но это уровни некритичные, при которых там, в принципе, в пылезащитном костюме с респиратором, в бахилах, в одноразом в всем этом деле, понятное дело, можно находиться в, к примеру, 10-15 минут. Это будет достаточно крупная поглощенная доза, но никаких изменений необратимых с вашим организмом не произойдет. Помимо отстойников, у нас еще есть такое понятие, как могильники. Вот, могильники – это те места, где происходило действительно с 86-87 года захоронение техники, которая была среднеактивно загрязнена, в меньшей мере высокоактивно, по большей части именно среднеактивно загрязнена. Такая техника, по сути, мялась с бульдозерами и закапывалась в грунт. К примеру, такой могильник – это ПЗРО Буряковка, пункт захоронения радиоотходов близ села Буряковка. Возвращаясь к теме отстойников, ну, наверное, все видели отстойник, пожалуй, самый популярный и фотографии в интернете видели. Это отстойник – это огромная площадка, бывший аэродром сельхозавиации, на котором было расположено 3300 единиц техники, включая вертолеты, включая автобусы, бронетехнику, инженерные машины, бронетранспортеры и тому подобное. Назывался этот отстойник «Рассоха». Место легендарное, наверное, все мальчишки в 90-е годы хотели туда попасть, посмотреть на отстойник этой военной техники. Я таким же был. Однако, к сожалению, этот отстойник, так как это действительно была техника, не сильно загрязнена, в 2012-2013 году он был полностью ликвидирован. Что это значит? Ну, давайте догадаемся. Ну, техника была вся порезана. Дело в том, что, возвращаясь опять к отстойнику, техника была не сильно загрязнена и она там стояла до 25-летней выдержки с момента постановки. Когда прошли эти 25 лет, ее решили расконсервировать. Ну, и все вы понимаете, что за 80-е, город Припять в 88-м году уже был разграблен, за 80-е, за 90-е, за начало 2000-х годов большая часть этой техники она уже была некомплектная. Потом было принято единственное совершенно верное решение, взять ее и порезать. На данный момент отстойника рассоха более не существует. И, насколько я знаю, то на этот год назначена финальная ликвидация данного отстойника. Правда ли, что кладбище радиоактивной техники растащили? Его нет, скажем так. То есть, его там разрезали, металл дезактивировали и утилизировали. Вопрос по поводу хранилища в Чернобыльской зоне отчуждения. Была в интернете такая информация, что в 2018 году должны закончить выкапывание этого хранилища, и все отходы из Европы будут привозиться в Украину и храниться в Чернобыльской зоне отчуждения. Все правильно, кроме слова Европа. Оно называется централизованное хранилище отходов ядерного топлива украинских АЭС. Никто из Европы туда привозить не будет, потому что это запрещено целым рядом международных договоров. И если там власть захочет обдурить, то об этом узнают и хай поднимется такой, что не приведи Господь. Поэтому оно строится для того, чтобы там можно было централизованно сохранить отходы ядерного топлива. Почему? Потому что сейчас независимость Украины в значительной степени любой страны определяется ее энергетической независимостью. Энергетика, электроэнергия Украины там на больше 50% это АЭС дают. Атомные электростанции основа энергетическая, а значит и все остальное, в частности, независимость Украины. Раньше был договор с Россией, что отработанное Россия нам продает ядерное топливо, мы его вырабатываем и мы его отдаем России. И она там у себя захоранивает. Такой был договор. Сейчас с Россией все эти договоренности разрушаются, Украина хочет уйти от зависимости от российского топлива. И нам нужно иметь свое хранилище, чтобы его там хранить, потому что иначе там есть ограниченные места для хранения на украинских АЭС, но они ограничены. Если их забить, все, система станет. Поэтому вот такая. Решили его построить там по той причине, что там нету населенных пунктов близко, то есть земля, ну, понятно. Это не опасно ничем ничего? Ну, все всегда опасно. Это раз. И два, там просто очень хорошая геологическая структура, там очень толстый слой глины, а глина это идеальная среда для захоранивания вот опасных отходов. Почему? Потому что она водонепроницаема, это очень важно, чтобы там в случае каких-нибудь проблем, проблем это эти, так сказать, отрава не ушла в воду. И два, она пластична, потому что если то же самое сделать в гранитной породе, в случае там землетрясений, оно съедут эти пласты друг относительно друга, там порвут, порежут вот эти вот бочки, ну, условно говоря, в которых захоранивают. И, ну, понятно, оно опять нарушится, ну, короче, оно выйдет в среду, может выйти, а потом там по этим трещинам вода пойдет, и это очень плохо. Глина в этом плане идеальна, вот, территория, оно строится на западном радиационном следе, где жизни нет, и, ну, не будет, в очень не обозревом будущем, даже вот так сказать. Ребята, ищу квартиру Дятлова, зашли в один подъезд, здесь его нет. Раньше, ну, наверное, сейчас даже есть в Киеве такие дома старые, где написаны фамилии жильцов. Здесь Дятлова нет, все разрушено, конечно. Сейчас найду, обещаю, что найду. Будем искать. мы сейчас находимся в квартире Дятлова, я все-таки ее нашла на улице Ленина. в общем, все разрушено. Дальше кадры смотрите сами. Мы сейчас находимся возле так называемого Белого дома. Такого проекта нет нигде в городе Припять. Почему он так назывался? Потому что здесь жило все выше руководства, в том числе и Брюханов. Мы сейчас пойдем искать его квартиру. Вот мы находимся в квартире Брюханова. Он, кстати, жив. Живет на Троещине. Я хотела его позвать в этот фильм, но он парализован. Прошу встать. Суд ее судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Союза СССР приговорила назначить наказание Брюханову Виктору Петровичу по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной трудовой колонии общего режима. Фомину Николаю Максимовичу сроком на 10 лет в исправительной трудовой колонии общего режима. Дятлову Анатолию Степановичу сроком на 10 лет в исправительной трудовой колонии общего режима. 1987 год. Суд над Брюхановым, Дятловым и Фоминым. Год после катастрофы. Дом культуры в городе Чернобыль. Почему здесь происходил суд потому что суд происходит по принципу территориальной юрисдикции что это значит там где было совершено преступление там мы должны судить почему в актовом зале дома культуры потому что это большой зал можно вместить достаточное количество людей на самом деле никаких нарушений которые могли бы привести не только взрыву а даже к остановке реактора 26 апреля и 25 оперативный персонал не делал не допустил и ни о каком взрыве реактора не может быть и речи если бы реактор был выполнен согласно правил проектирования вот вот как вы считаете чернобыльская катастрофа астрофа это последствия неправильного проектирования самого реактора или кто-то из людей виноват из руководителей в том что произошло не ну-то реактор по моему делали в соответствии с тем как но было создано все это вот и вот я же работал до того таких вопросов не с ней не вставали никогда не было такого то что они между собой все обсуждать могли могли но этим заниматься те люди которые ну этим занимались все знали а вот для меня такой зачем я этим не занимался когда зачем мне это все знать но то что я вам говорил то есть мне дают команду говорил есть докладывал вот и выполнял но мне других не давали в общем ребята давайте быстрее идем потому что пожар возле дуги там три пожарных служб и приехала сейчас надо узнать можно снимать или нет просто нас вообще могут выгнать отсюда короче сейчас проехала полиция получается сегодня на кпп никого не пустили кроме нас и еще одной машины то есть в зоне кроме работников находимся только мы и еще одна группа туристов потому что это небезопасно сейчас мы выясним сможем ли мы до снять фильм надеюсь сможем проехать могу не курить не курим так трансформатор или возгорание так а чаш горелый или сегодня добивайте опять а на дуге что а на дуге что там говорят 331 поехал уже капец так именно на дуге или в район карагора туда 5 я понял ладно вы вы пача 2 удача то есть до выхода сериала чернобыль получается все боялись ехать в эту зону и вообще как-то упоминать этой катастрофе казалось что там какие-то я даже слышала слухи что там сейчас животные какие-то мутанты можно их встретить а получается в 2019 году после того как вышел этот сериал у нас так резко поменялось сознание нет ну совсем не резко поменялось вот ну скажу сразу мутантом там нет ни разу не видел я допускаю что они там рождались но первые там месяцы и там возможно воды вот самой загрязненной части там на западном радиационном следе но если они рождались они тут тут же быстренько умирали и так природа их утилизировала поэтому это все таки слухи землякали очень сильно первые годы после аварии мутанты были это факт а какие были люди люди людей не было в основу были мутации среди животных однако это были первые годы после аварии и сейчас мутантов нету полотно простой причине в первую очередь при воздействии неизвестного излучения страдает такая штука как репродуктивного человека тут и сейчас вот туристы когда посещают чернобыльскую зону за день экскурсии они получают столько же избыточную дозу радиации как за час полета в самолете то то есть безопасность тура в чернобыль это базовая вещь и она гарантируется практически сто процентов вот но интерес этот был и чернобыльский туризм количество туристов со всего мира в чернобыль она вот начиная с четырнадцатого года ну когда туризм сильно упал потому что у нас война началась и это так начиная четырнадцатого года туризм удваивался три года подряд каждый год вдвое больше двое больше двое больше сейчас он полтора раза в этом году мы его до сериала hbo ожидали что в этом году будет преодолен рубеж ну плюс-минус там 100 тысяч туристов в год хорошо вы мне объясните вот вы первые люди которые ну самая такая крупная компания которая организовала чернобыль тур у вас даже есть реклама в аэропорту в жуляны я не знаю борисполе тоже есть или нет в общем у вас есть даже реклама в аэропорту вам действительно важно донести до людей информацию как очевидцы того что было либо это просто удачная идея которую можно хорошо монетизировать потому что я насколько понимаю вы и ваш партнер ярослав да если если взять вот среднюю стоимость 75 долларов на человека если там 50 долларов для украинца и 100 долларов на иностранца мы берем 75 умножаем на 70 тысяч это получается пять с половиной миллионов долларов в год вы я так понимаю получаете около 20 процентов прибыли на агентство остальные деньги идут государству там налоги в организационные моменты гиды насколько мне известно 40 тысяч гривен получает за эти все услуги то есть я так посчитала то что у вас 6 10 тысяч долларов в месяц должно получаться ну я обожаю когда считают чужие деньги особенно люблю когда считают мои должен должен сказать что это первый раз считают мои деньги и ну как сказать впервые начал думать себе они являются ли я так сказать финансово успешным человеком касается расчетов значит чернобыль тур является лидером чернобыльского туризма и по качеству туров безусловно по их и по качеству информационного наполнения по качеству сервиса вот и по количеству но мы не мы монополии тут нет то есть он 5-6 агентств раньше если было 15-20 сейчас это 5-6 и вы в топе да мне дублю безусловно тут она я не отрицаю что у нас самая большая доля ну и вот но но это не сто процентов и кстати вот я впервые на собственной школе так сказать под наблюдал стимулирующую силу конкуренции потому что если бы не было конкуренции то я думаю что качество чернобыльского туризма так быстро мне развивалась это совсем другая среда но там были моменты когда как-то конкуренции практически не было она развивалась бы отдала возникла конкуренция и это все рост пошел ну очень сильно так динамизировался вот я понял почему вот это вот рыночная экономика открытая конкуренция это вот такое ну просто на шкуре прочувствовал прогресса скажи то что поток людей хотят больше попасть в эту зону отчуждения это хорошо или это наоборот как-то разрушает ту самую зону это разрушает зону это разрушает зону но с увеличением туристического потока ты ничего не сделаешь его по сути ограничить искусственно ну это невозможно это по сути вгонять какие-то рамки это действительно очень тяжело это нужно переде как-то переформатировать режим зоны пропускной и так далее посетителей количество россии естественно будет единственно что необходимо сделать для того чтобы зона осталось там виде в котором она есть хотя бы на данный момент контролировать просто контролировать этот тот самый колоссально возрастающий поток туристов вот сейчас мы уже отказываем людям мы еще до эффекта и дюйму отказывает не хватает ресурсов принять людей понимаете в субботу в субботу на кпп там тысячи людей стоят вообще в сумме да вообще в сумме а плюс еще stalker которые незаконно они они не плюс они там улазят через свои дырки и грубо говоря эти потоки не в не пересекаются понимаете но тут же другая ситуация что чем труднее попасть в зону легально тем больше это стимулирует нелегально нелегально понимаете поэтому тут вот тут вот такой вот эффект как вам обратилась именно hbo с предложением снять чернобыль в украине они на самом деле они приезжали задолго до того момента когда они вышли на нас таня соколова фильм продюсер радио актив фильм именно эти украинские ребята помогали hbo снимать чернобыль пробовали делали скаут смотрели искали здесь пробовали грозных подрядчиков но что-то у них видимо не срослось и потом в процессе они поняли что им не хватает определенного колорита которые есть в киеве в украине и в любом случае они собирались ехать в чернобыль снимать эпилог вот и просто продюсер смерти сталина встретился с продюсером чернобыля и рекомендовал обратиться к нам таким образом я получила звонок от продюсера этого проекта который впоследствии был к сожалению сменен может быть к частью на другого продюсера когда они уже к нам приехали расскажите про съемки а летние съемки зимних сцен на троечине как вам удалось избежать спойлеров все-таки сейчас попадает все эти фотки где люди засняли сами съемки этих сцен они были просто никто не обращал внимание как стандартный о снимают зиму летом опять киношники натворили тут грязь и накидали нам искусственного снега вот а сейчас все поняли что это же был увеку в май гад чернобыль надо теперь у меня есть классные материалы которым я могу еще раз поделиться действительно спойлеры были и очень многие снимали из окон прохожие понятное дело мы пытались разговаривать с людьми попросить чтобы они снимали но к сожалению запретить папарацци мы не можем а было как снимали очень жарко было очень жарко было было плюс 30 может даже больше это как в какой месяц вы снимали это был июнь июнь прошлом году мая июнь было да как раз как сейчас надо и у нас нам было не легко конечно потому что были все одеты в актеры шагов одежды дети на этих детских площадках бегали до шубах и в дупленках собственно да нам привозили много кондиционеров и охлаждали специально палатки для актеров чтобы они могли передыхать делали специальные подкладки под одежду с прохладной водой пытались максимально как могли спасать а сколько съемочных дней было именно в самом чернобыле чернобыле было два съемочных дня за два дня полностью все отсняли а в киеве в киеве у нас было два юнита работающих параллельно 1 юнит снял 8 дней 2 юнит снял 9 дней плюс 2 в чернобыле в принципе быстро для такого масштабного проекта да я бы сказала очень быстро с учетом того что ребята приехали первый раз нам к нам на скаут малой командой в январе потом в марте ребята приехали уже на реки большой командой то есть нас на только на техобъезде нас было уже человек 40 вот и после этого они приехали за два дня до съемки как те сериал чернобыль почему почему именно эта версия вызвала такое восторг у зрителей со всего мира хотя до этого было снято очень много фильмов и документальных и сериалов чернобыль ну пожалуй отвечу с последнего почему именно эта версия вызвала такой восторг у зрителей в основано выросло в восток восторг у зрителей не из украина все-таки иностранца начнем с городом то есть работа с украинцами с украинским гражданами украинскими туристами мы всегда спрашиваем смотрели ли они и на данный момент не все они смотрели когда мы спрашиваем у иностранных посетителей они уже почти все посмотрели почему именно она ну во первых снял его hbo небезызвестный канал я думаю тут вопроса ни у кого нет во вторых снято это дело было действительно очень качественно тут не поспоришь и пожалуй среди фильмов тем более мини-сериалов посвященных тематике чернобыля действительно на данный момент один из лучших если пока что если если даже не лучший насколько понравился мне сериал мне сериал понравился он действительно снят очень хорошо он действительно снят очень качественно снят интересно не понравилось что я понимаю что это художественный сериал но если вы снимаете художественный сериал и указываете четко тайминг честа четко даты то хотя бы старайтесь им соответствовать очень сильно скачут даты я думаю с этим согласны все мои коллеги очень сильно скачут даты очень много неточностей по реквизиту я понимаю да что все таки западный мир снимал правосточный мир действительно проблематика есть проблематика опять же там идеологию пытались показать до показали и гипертрофировано но я думаю в принципе и и донесли очень много косяков по локации объектов много косяков по той же припяти которые пытались изобразить центр лучше бы они и тогда уже не изображали то есть действительно косяков масса но в целом впечатление неплохое в целом мне сериал понравился единственное что я вам скажу честно есть одна очень большая проблема после этого фильма многие восприняли как документалку и теперь приходится людям реально давать ответы на действительно отчасти бредовые вопросы приходится людям как бы разрушать мифы и легенды про те же шахтеров я думаю эту тематику все помыть не нужно ее озвучивать то что они не были голыми на самом деле максимум там был обнаженный торс да вы понимаете на данный момент это вопрос один из топ-3 давай топ-3 вопроса топ-3 мифа после сериала чернобыль первое это шахтеры то что они не один из первых 2 это понятное дело водка с горла солдатами срочниками и войсковыми подразделениями в зоне отчуждения и наверное третье это что сразу слазила кожа на руках у пожарных как только они прикасались графит или чему-либо действительно бета и альфа жоги на коже появлялись но кожа сразу не слазила то есть все таки это уже как гипертрофировано вы как очевидец вы смотрели сериал я так поняла что можете сказать по поводу этих моментов потому что туристы сейчас нам сейчас же вообще попрет поток туристов начнем начнутся эти все вопросы придется заново все рассказать они начались они раньше бывали ну потому что раньше были мифы другие порожденные там другими обстоятельствами то слухами то другими там фильмами то игрой там сталкеры из ов припяти то еще чем-то и в том-то и заключается работа гида часть важная часть этой работы он не просто рассказывает посмотрите налево посмотрите направо арит это было вот так вот или вот померяйте вот здесь и вы увидите что тут там мало или ничего ну как вот всякие такие вещи рет как не может быть и в тут он не просто информирует он людей переубеждает понять и вот это важная часть его работы это просвещение сериал мне в общем очень понравился у меня было такое чувство что время отмоталась на 33 года назад было очень сильное ощущение вот особенно первая серия ну и другие серии но первая серия очень была такая уже когда я увидела во второй серии сцена где мужа моего показали но сразу что я сказала он не похож он совсем был не таким он был худеньким и волосы у него темные всегда были но сам вот кадр где они там уже у бассейне там уже более так сказать практически все точно так же кроме там гидрокостюмов и акваланги там да вот эти вот им там одели но немножко вот не соответствует а так в принципе у бассейне они похожи ну их же там не видно а вот после фильма вас многие люди находят пишут хотят познакомиться есть такое или больше журналисты нет люди еще никто не подходил никто ничего не спрашивал а журналисты да многие постоянно звонки что они хотят узнать насколько ли правда то что фильмы журналисты хотят увидеть живого ликвидатора как они говорят героя вот снять у него интервью посмотреть вот действительно это очень впечатляет когда ты увидел человека в живую когда ты там где-то его увидел по телевизору прочитал о нем особенно если прочитал но прочитал да и прочитал да ну да ну хороший это же люди работали над этим просто не сделали по-своему у нас было немножко по-другому но я не могу сказать что у нас хорошо у них плохо съемочный процесс это всегда очень много ироничных ситуаций может быть вспомните одну-две не обязательно из со съемок чернобыля но если чернобыля будет супер то у нас столько было интересных ситуаций в первый же день на втором юнити мы снимали перекрывали дорогу и возле киевского моря от лебедевки до дамбы и это сцена когда сцена эвакуации когда много автобусов проезжает и ребята там мотоцикл чинят во время перекрытия какой-то не знаю очень резкий товарищ назовем это так начал убегает про прорваться убегать от полиции потом стрелять кто это был это какой-то вор и все бросились оставили наше перекрытие и ускакали угомонивать угомонить человека но в общем у нас при нам пришлось подождать еще полчаса пока они разберутся с этим нарушителем порядка что вы слышали о дайверах чернобыля вы знали что ананинка и виспалов да и баранов в принципе они живы баранов умер 2005 году а их похоронили получается в прессе скажем так до проекта чернобыль не вообще мало чего знала я уже начала изучать детали когда начала читать сценарий сценарий с первого прочтения меня настолько поразил что я поняла что это будет мега проект любом случае и я ничего не знала я потом начала вычитать интересоваться и конечно увидела что вот такая вот ситуация но у нас так любят я уже говорил у нас так любят вообще перевирать информацию или дезинформировать людей это тянется на самом деле уже очень давно это исторически сложилось продолжается до сих пор поэтому собственно особенно в те времена те времена вообще было все же за железным занавесом и у нас все было прекрасно и чернобыль у нас не взорвался вот что касается этой троицы то их читали ли они погибли погибли значит вот 19 лет после этого прожил вот один из них и но он умер как бы нет радиационный ну или не напрямую от радио как а тот же дятлов о при причине получил радиации уровень он умер во сколько в 65 лет ну в том-то и в том-то и дело понимаете двое других слава богу там живы ну вот к сожалению она ненка в дтп попал вот ну это он молодец значит реабилитируется приходил сюда к нам выступал тут рассказывал все а их считают мертвые понимаете так само вот ну там меня офицера радиационной разведки моих там боевых друзей там разведчиков все вы там были все вы мертвы так блицы кто занимался отстрелом животных восемьдесят шестом году охотники никто там не смотрел был ты в афгане или нет если ты умеешь стрелять из охотничьего ружья то там и вооружали они же правда ли что в москве в шестой больнице применили спорный путь лечения ликвидаторов поэтому там большинство людей дуги ну это было место которое в кофе которая занималась людьми пострадавшими от в радиационных от радиационные облуждения на всех объектах советского союза и же много много было у них был опыт самый лучший опыт в стране им помогали самые лучшие специалисты со всего мира применялись самые лучшие технологии но они получили такую дозу с которыми ничего сделать было нельзя поэтому я не думаю что можно предъявлять какие-то претензии правда ли что много ошибок в первые часы после катастрофы было совершено по указанию из москвы да нет конечно тоже неправда конечно никто не понимал просто и люди которые находились на аэс профессиональные ядерщики они не понимали что произошло когда уже были ну там показания высоких уровней радиации когда уже появились первые люди которые видели что реактора нет им не могли поверить их коллеги потому что их так не учили наоборот их учили что он не может взорваться никогда и вот эта вот ночь только концу ночи пришло понимание к руководству на аэсу реактора нет получилось так что там допустим где я работал на атомной станции двери вот такие были они были стальные и толстые очень и вот так их что туда зайти вовнутрь нужно открывать такая тяжелая открываешь я когда обратно ставил вот так вот но руку поставил и мне получилось она немножко ударила по одной штуке вот и она очень болела у меня все я решил сейчас не буду ничего делать потому что все равно там врачей то нет на работе там может одна врачиха есть который там проверяет может посмотреть что такое вот и все я думаю я приеду туда где мы живем и там пойду к врачу пусть он мне скажет но и получилось как вот приехал я туда я был уверен что нам дадут почему потому что там как раз женщина приезжала вот как ты зовут алла пугачева а какой вот там выход а ну вот я уже не помню вот и когда я туда приехал я думал что там пойду там еще врачи были две по моему их или одна не помню и там всегда можно было заходить там получилось вообще не так как я думаю то есть когда мы приехали оттуда во первых я пошел к врачам со своей побитой этой штукой рукой пальцем подошел а там написано что они пошли тоже слушать пугачева его закрыта это первое а второе вот я думаю что мы же приехали ну как мы же ну мы были вот как бы работники до для нас же это все было построено смотрю машин море люди отсюда приезжали они не там не работали но им было хорошо приехали сели вот и эта женщина выступала алла пугачева я вот во первых запомнил что для меня места уже нет все или наш сможет других тоже таких которые приехали оттуда это первое но и для женщин мне услышно было то есть я там открыл эту штуку окно ну там лежал сидел и песню слышу что же пошел в каюту там они жили на теплоходе пошел к себе в каюту открыл окно и лежа слушал пугачеву да она да говорил такие вещи что произошло в 2017 году вспомните этот день и дальнейшее событие 2017 году моего мужа сбила машина и тогда наша жизнь так сказать стала до и после потому что этот момент перевернул всю нашу жизнь жизнь изменилась муж лежал в больнице очень долгое время в коме и даже не было надежды на то что он выживет в один день когда я пришла принесла мужу лекарства мне доктор который лечил его сказал что у нас был консилиум и вот там профессора были они сказали что у вашего мужа травмы несовместимые с жизнью я конечно испугалась но сказала что врачи не боги а в душе конечно очень сильно переживала и я не знаю как я доехала домой потом слава богу вышел из комы там еще было очень тяжелый месяц пока и мы сделали операцию на ноге он ничего не понимал что с ним происходит вообще меня он не узнавал когда уже приехали домой как-то стало легче уже с больницами в январе приехали ну тоже еще несколько месяцев не узнавал даже говорил мне позовите мою жену я говорю я твоя жена ну что тебе говорит сложно ну позвони ей пусть она хоть по телефону со мной поговорит я не знала что ему отвечать и как ему рассказывать но не понимал не воспринимал меня потом я придумала такой ход я давала ему телефон мобильные руки сама выходила в другую комнату и звонила по телефону он меня узнавал голос по телефону узнавал и так мы с ним общались он даже помню как-то соседям рассказал говорит вечером ко мне приходит чужая женщина и ложится со мной спать ну потом это прошло прошло он стал меня узнавать и все наладилось память стала потихоньку возвращаться расскажите что вы почувствовали когда попали в свою квартиру в припяти спустя 32 года после того как уехали что я увидел но я в целом увидел как вам сказать сейчас я постараюсь дойти до этого ну во первых туда мне надо быстро идти даже по моему бежать потому что они привезли распустили но я понял что надо бежать надо быстро потому что они потом всех заберут и увозит а что я буду делать а вы сразу поняли да куда идти ну да это же место было одинаковое вот раньше можно проходить спокойно а сейчас там уже тогда было вот это все росло деревья все было закрыто то есть внутри можно протянуться вот но там где просто проходил все там такого нет да и с той стороны уже можно было зайти вот и там открыть свою ну место где я жил квартиру до открыть зайти вот так вот все было но сейчас вот давали может ты права там уже ничего не осталось пустая да расскажите о награде от президента украины о том не когда вы приехали в припять и алексея награждал петр порошенко как вообще вам об этом сообщили какие ваши эмоции были в общем все о том не и моменте нам позвонили сказали что вот 26 апреля президент украины будет вручать награды чернобыльцам и предложили нам поехать я сначала думала поехать самой или брать мужа потому что еще на тот момент он был очень слабым он плохо ходил у него еще нога не срослась и ну в эмоциональном плане физическом плане то есть он был еще слабым но потом последний момент я приняла решение что он должен ехать меня все отговаривали что зачем ты его туда везешь сама бы съездила спокойно все вот а так вот ну как больной человек тяжело но мы поехали и я считаю что я правильно сделала потому что у него это эти воспоминания останутся навсегда потому что это его награда не моя а его когда в 2017 году алексея сбил автомобиль и он находился в коме его супруга и друзья собирают средства со всего мира но для полного выздоровления этого недостаточно президент наградил алексея орденом замужества и теперь он получает 300 гривен надбавки к пенсии мы сняли этот фильм чтоб сказать спасибо человеку который спас мир спасибо алексею ананенко знаю что мы с вами можем куда более значимо нежели государством оценить подвиг алексея и протянуть ему руку помощи под этим видео в описании и я прикрепляю карту алексея ананенко и призываю каждого не безразличного помочь ему вместе с нами когда оказываешься в чернобыле появляется навязчивое ощущение что это ты когда-то оставил этот город пустым что это ты в спешке покидал эти похожие друг на дружку квартиры и панельные дома что это тебя заставили уехать отсюда навсегда и оставить здесь частицу себя можно бесконечно долго разбирать сериал чернобыль подвергать критике подлинной сцен режиссуру или сценарий можно восхищаться или напротив критиковать но нельзя не погрузиться в чуткое ощущение страха и беспомощности нельзя не почувствовать нерв и боль нельзя забывать что одна история показанная на экране соткана из тысяч историй людей которые видели это в реальной жизни а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok